9 мая в год 75-летия Победы в микрорайоне Горный Уст-Джигуты появился парк, который носит имя заместителя командира 51-й гвардейской танковой бригады Воронежского фронта, героя Советского Союза Харуна Умаровича Богатырева. А сегодня на его территории в День памяти и скорби открыли мемориальную плиту славному сыну Карачаева Черкесии. На памятном мероприятии побывала Алла Динаева. Уже два года как парк имени Героя Советского Союза Харуна Богатырева стал гордостью Уст-Джигуты и местом притяжения. И сегодня, в этот памятный день, здесь собрались учащиеся и педагоги школы номер 3, представители администрации Уст-Джигутинского района и племянники героя. Ничто не забыто. Мы всегда будем помнить 22 июня 1941 года. Чем дальше мы будем и дольше помнить, тем сильнее мы будем. Будем помнить наших героев. Героев, которые сегодня защищают интересы нашей страны. Героев, которые защищали в 41-45 родину. Хочу поклониться перед родом Богатыревых за великого родственника. Величайшее, великое не должно быть забыто. Наши потомки, будущие потомки, вновь и вновь должны возвращаться поистине к этим немеркнущим событиям. Наши дети никогда не должны узнать ужасов войны, но они должны знать и помнить, кто завоевал им победу. Почетное право открыть мемориальную плиту предоставили председателю Думы Уст-Джигутинского района и представителю рода Богатыревых. Низкий поклон и вечная память вам, отдавшим мы жизнь за то, чтобы жили мы. Эти слова высечены на гранитной плите от благодарных потомков. А коллективу школы номер 3 выразили благодарность. За умение и за возможность не быть равнодушными. Потому что поставить обелиск от имени школы – это очень и очень серьезный патриотический шаг. Уверена, что в этом обелиске есть и вклад ваших выпускников, вклад коллектива вашей школы и вклад детей, которые сегодня посещают школу. В апреле этого года на территории школы и парка имени Харуна Богатырева высадили деревья. И что приятно удивило сегодня собравшихся, на одном из них уже появились плоды. Алладинаева, Расул Бердиев, Вести, Крачева, Черкесия, Уст-Джигута.